Всем привет, друзья! Отвезла детей в школу. К коврику почти капец пришел за те пять минут, пока меня не было. Что за собака? Ну что за собака? Не могу в четыре сегодня встала и все. И никакую не могу не уснуть, ничего, короче. Отвезла детей. Тихо. И все, и не могу пошла спать, короче, досыпать свои там два-три часа, которые не доспала. И все, в четыре его глаза, и все, и вот хоть ты треснешь. Все, Джерри, все, все, мама спать. Друзья, я уже высталась. Посмотрите, что я себе делаю. Я себе делаю жареную картошечку и себе и ловлю. Видите, какая у меня румяная, красивая картошечка. Так, я поела, я попила. Ой, нас травку покосили наконец-то. У нас же были длинные выходные. И, короче, блин, ребята, такая проблема. Траву не косили. Сейчас, видите, но я про наши собачьи дела. Выковыривание из травы – это раз проблема. Вторая проблема – у нас закончились пакетики в нашем ящике собачьем. Но у меня есть свои. Вон у меня висит контейнер. А пакетики реально закончились. Ну, не у всех есть свои. Вот видите, вот она. Эта штука, ее до сих пор не загрузили. Видите, пакетиков нет внутри. И это большая тоже проблема. Ну, ладно, хоть травку покосили. Уже хорошо. Но, как, в общем, я про то, что, представляете, вот у нас три дня не было пакетиков. Я не знаю, как их так проворонили. У нас обычно едет дяденька на... Как он? Вот, видите, вот это вот все травку косят. Деревья, видите? Вон машин сколько стоит. Деревья они стригут. Видите, деревья все какие красивые. Стволы, в смысле, все обстриженные. И фо. И представляете, вот три дня фо-фо-фо-фо. У нас ездит, короче, дяденька на гольфкаре. Ну, гольфкарт который. И развозит везде пакетики. Заправляет, убирает вот мусор из них. Заправляет их новыми пакетами. Каждый раз так. А что-то в этот раз перед длинными выходными этого не случилось или что. Или, я не знаю, там было, может быть, не до конца израсходов. Он подъехал, наверное, посмотрел, что есть пакетики. И типа, ну ладно, все. А в итоге они кончились и их три дня нет. Ну и, как вы понимаете, у них у всех есть пакетики. И я, знаете, как по минному полю теперь хожу. А я же еще гуляю поздно, когда темно. Гуляю рано, когда темно. О, господи, Джерри. Что за свинья? Вот как так? Это все, конечно, убирает. Вон, видите, сколько мусора. Но это еще прошлась. Это газонокосилка. Ну, короче, ребята, я просто как это... Тихо-тихо-тихо-тихо. Еще уже когда темно. И вообще же ничего не видно. Идешь, блин, как по минному полю. По этой траве достаешь от своей собаки все, что от нее осталось. Ну, короче, это пипец был, короче, в эти выходные. Так, Джерри, пойдем в обратную сторону. Ты что-то мне ничего не сделал. И вот сегодня первый рабочий день после Дня Труда. Да фу, блин, какая-то еда валяется. И здесь наводят порядок потихоньку. А я еду за детьми и опять в дождь. Вот сейчас ровно перед автобусом ливанет страшный дождь, по прогнозу. Я, конечно, с зонтом, но не хочется, как гремит. У нас что-то пришло сообщение, что они приостановили автомобильную очередь в школе из-за погоды. У нас очень сильно гремит и дождь. Ну, такой не сильный здесь. Не знаю, может, у них там возле школы очень сильный. Ну, короче, они остановили... Ну, короче, детей не выдают в машины. Остановили очередь. И если вы, типа, зайдете, то мы вам отдадим вашего ребенка. А так очередь остановлена. Не знаю, может, там жизнь какая-то. Но автобус до сих пор еще не отъехал от школы. Хотя должен уже сюда подъезжать. А он даже от школы еще не отъехал. А им ехать только минут 20. Так, забрала детей. Все хорошо под зонтом. Сейчас не надо. Быстро домой забегаем и все. Я за он здесь оставлю, Кать. Не, не надо, я здесь его оставлю. Сейчас я ключи возьму. А тут есть все дождьки. Да, там три капельки, Кать. Рюкзак не забудь. Кать, выходи. Там нет три капельки. Ой, ну, так себе три капельки, конечно. Все, бегом, бегом, бегом. Долго они сегодня вообще. Очень долго. Все, заходи, заходи. Иди мой, зайтик промок немножко. Эээ, заходи, заходи. Заходи, Катенька. Это было не очень классно. Давайте. Очень долго они сегодня. Что, Камарик? Короче, очень долго сегодня. И автобус, и машины. Короче, даже автобус ждал. Там была приостановка из-за погоды. Потому что автобус не может из-за ветра. Короче, он может перевернуться. Ждали. Ты чего скулишь, котик? А? Там пол. А, понятно. Ребята, сделала видео. Еще очередные бумажки школьные заполнила. Писарня моя тут уснула со мной. Ну, как всегда. Катюфин, наушники зарядились. Иду все положу по рюкзакам. Во что играем? В какая игра? А, на новой PlayStation, которая. Ребята, у нас вечер. У нас весь день просто сегодня дождь. Пойдешь? Весь день просто сегодня дождь у нас. Вообще. Ну, в смысле, вся вторая половина дня. Уже скоро детей угодно. Ну, иди, иди по Писе быстренько. Бегом, бегом. Давай, раз, раз, давай. Джерри. Да нету там дождика. Иди. Иди. И сегодня у меня собаки быстро гуляют. Мила даже не выходит. Она боится этого грома. Как огня. Пойдешь гулять? Нет? Пошли домой. Так, я покормила детей. А у меня буквально немножко времени. Посижу, пока у меня там видео на рендере. Я посижу чуть-чуть. Как обычно, вечером полюбуюсь на закат. Посмотрю, что там в интернете новенького, какие новости. В общем, как обычно. Сейчас ко мне сюда присоединятся. Еще собаки они кушают. Все у меня кушали. Дети поели. Сейчас собаки доедают. Насыпала им еду. И сейчас все ко мне сюда присоединятся. Детей надо укладывать. Как-то так, знаете, по-осеннему прям темно, дождливо. И желтые листья на полу, на улице валяются. Я не знаю, откуда они у нас. Вроде тут ничего особо так не опадает. Там на севере Флориде, там много желтых листьев. У нас как-то, я даже не знаю, что тут за деревья опадают. У нас обычно тут, ну, какие-то, я не знаю, летят. Но я не знаю, с каких они деревьев летят. Ребята, посмотрите, как у меня разбухла нога. Это укус муравья. Помните, я говорила? Вообще. Вот для сравнения, смотрите. Вообще, да? Я не знаю, видно, передает ли камера. Ну, у меня она просто вот такая. Она ужас как чешется, но сегодня уже меньше. Она так разбухла. Я вообще не знаю, меня как будто змея ужалила. У меня там яд какой-то. Это просто звездец какой-то. Я просто исчезалась сегодня ночью. Я еще что, рано просыпаюсь, у меня чешется, блин. Я просыпаюсь, ни свет, ни заря вообще. Что, в 4 ты проснулась и все. И как у меня началась эта чесотка. И все. И это просто жесть, ребята. У меня просто такая огромная. Вот эта вот часть. Джереми. Это все вы виноваты. С вами гуляю, блин, хожу. Там кто только не укусит в вашей траве. Это просто жесть какая-то, ребята. Я уже так устала. Это с этой травой, с этим выгулом, с этих собачьих. Это выгул бесконечный. А еще в эти выходные, так вообще как по минному полю. С вами. Да, не знаю, я еще не ходила туда. Вечером пойду уже их выгуливать. Совсем поздно уже, когда детей уложу. Посмотрю там пакетики, надеюсь, выложили. Потому что там вообще нереально просто... Ну, люди не убирают. Не у всех есть свои пакетики. Вообще, да? Как будто пузырь вообще какой-то у меня. Все жесть. Блин, как тихо. Смотрите, вообще листики даже не шевелятся. В школу сегодня учителя выдали бумажки, где перечислено, ну, на подпись, где перечислено, там, перечень, что обязан делать родитель и что обязана делать школа. Что? Опять меня кто-то зовет. И что? Заходи, конечно, что ты спрашиваешь. Заходи, заходи. Заходи. Че ты хотела? Мам, это очень. Мам, только не снимай. Не снимай, окей, давай. Собака-бисючка начинается вечерняя. Котюнь, сейчас уже скоро баните пойдем. Ну, короче, что написано в этой бумажке, то есть, что обязуется родитель. Чтобы ребенок спал 9 часов. 9 часов каждый день, то есть, каждую ночь он должен, то есть, родители там, я как бы обязуюсь, да, что, ну, в общем, подписываю эту бумажку, и где я, значит, то-то, 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 в общем, своему ребенку предоставляю сон 9-ти часовой. На уроке полчаса в день каждый вечер, когда выключены гаджеты. Ну, то есть, когда мы уроки делаем, ну, понятное дело, мы все выключаем, да, идем в комнату у нас, в тишине мы делаем уроки. Ой, потом что там еще, что он высыпается. Вот, ну, и школа, в свою очередь, обязуется там дать знания, в общем, бла-бла-бла, вообще все такое. В общем, подпись родителя, подпись учителя, школы там, этот принцип, в общем, все подписи, короче, все подписались. Вот, и учитель сегодня присылает нам в чат эту бумажку, говорит, ребята, кому выдала не на вашем языке, сори, сори, короче, верните, я вам завтра выдам. У меня, говорит, просто они были на разных языках эти бумажки, я, говорит, просто их не глядя, всем, говорит, сунула. В общем, на нескольких языках, представляете, вот что значит страна эмигрантов. На всех языках выдают, то есть, учителю. Мы даже, кстати, первый год в этой, по-моему, школе, я не помню, да, в этой школе учитель спрашивала, откуда мы, и она мне писала сообщение в наш чат, когда в личку переходила. Она переводила, и мне на русском высылала, представляете, на русском мне высылала все, что мы там с ней переписывались. Я говорю, я ей писала, да не надо, не надо, не переживайте, если что-то нужно, это я сама там переведу, ничего страшного. То есть она заморачивалась, она, представляете, сколько человек, заморачивалась с каждым и вот так вот переводила, ну, в смысле, через гугл-переводчик, естественно, да, но вот как бы вот так заморачиваются. И, кстати, вот мы с Лёвиной учительницей переписывались буквально там дня четыре, может, назад, ну, перед выходными, перед вот этими длинными, с Лёвиной, ну, которая старшая школа из этого, с домашнего обучения, где он учится, вот. И она тоже спросила, откуда мы, ну, как бы просто в разговоре она спросила, то есть, я не знаю, то ли Лёва ей сказала, то ли что, в общем, она мне смс все на русском прям высылала. То есть, вообще, это меня так как-то приятно удивило, то есть, вот, учитель, да, заморачивается, а у неё таких, как Лёва, там, я не знаю, и такая, что вы жрёте опять, господи, Джерри? Вот. И, в общем, в общем, вот так вот, что хотела сказать. Посмотрите, какой уже закат красивый. Сейчас уже пойду укладывать детей. Нужно же, чтобы они девять часов спали. Я же сегодня подписала. Вот. Ну, они у меня так и получаются где-то по девять спят. То есть, они у меня там в шесть тридцать где-то я их бужу, и в девять тридцать, ну, да, так и получается с девять часов, ну, да, да, девять часов так и получается, они так и спят. Нормально, да. В принципе, да, где-то в девять тридцать засыпают, в шесть тридцать, ну, да, так и получается ровно девять часов. А, ну и что там, типа, завтракают, что они должны перед школой хорошо завтракать. У нас даже если какая-то контрольная там, ну, какой-то тест, не контрольная, а как тест по какому-нибудь предмету, и нам обязательно в чат, что проследите за тем, чтобы ребёнок выспался, чтобы он хорошо позавтракал, чтобы он сходил чуть ли не в туалет. И пришёл в школу, в общем, выспавшийся и покушавший. В общем, вот так вот. Ну, это понятно, пока дети маленькие, но вот меня вот в Лёвиной школе, например, вот удивило, да, что вот человек заморачивает. Ой, ушки на макушке. Ой, простая, как кто там? Проша, киса, кто там проскочил так быстро? Блин, вот как встать теперь, а? Не хочу вставать. Лавруша, ещё написать надо, давай, выключай свою, Харли. Лавруша, давай, пойдём, нам ещё слова написать. Ну, математику сегодня не делать, только слова. Школа. Школа, да, потом будет. Давай, пойдём. Котик мой. Котик, ты сделала все уроки, да? Да. Ты уроки сделала? Бэ, снимай давай наушники, мы вечером без наушников, ты помнишь? Я сюда играла. А что ты тут играешь? Что ты весь стол заставила, заложила? Что? Что? Ну, ладно, если ты уроки сделала, ладно, поиграй пока. Я пока с Лавриком уроки сделаю. Вечерние собачьи и кошачьи дела. Коти мои ведут ночной образ жизни, едят, пьют ночью. У меня вот этот коврик спасает просто. Смотрите, вот он со всех сторон. Вот эти вот места, видите, это они когти точат. Вот об эти вот места. Он просто спасает. Они вообще не трогают диван. Ну, так редко-редко там что-то они... А в основном они вот сюда приходят, здесь вот они точат. Вот видите, всё, вот это вот всё. Блин, ещё там не пропорисуюсь. Вот это вот всё, это они когти точат. сегодня только вот эти по три все и все и свободе и на русский таки перешли короче лаврики и говорит хватит пить что ты говоришь кати а то тебя вырвет короче не тут учат типа хватит пить я грика ты пилась уже она просто она любит когда вода ледяная но ее может пить просто вообще не останавливаясь ледяная вот именно ледяная чтобы была милая вот такая и в общем лаврика хватит пить тебе шесть лет а то будет же гардер принимать лекарства катя катя мы договорились много не пьем сейчас на ночь холодной воды и без наушников снимаем снимаем перед сном без наушников катя катя снимай и воду убирай она уже третью бутылку на любит да снимай давай наушники убирай воду вкусная вода вода без вкуса и запаха думаю ой ё курика сейчас пойду псару нашу гулять когда они дрыхнут но они давно у меня не гуляли надо вытащить их на улицу пока дети лежат погулять их напилась ледяной воды нагрызлась льда и залезла под одеяло замерзла блин ребята я опять расчесала себе ногу вот просто вот по самая я остановиться не могу насколько она чешется это вот с комариным укусом не что я не тебе у меня очень чешется катя меня укусил муравей и меня очень чешется нога просто жизнь ребят я не могу вообще остановиться это просто невыносимо вот вообще я на улице поцарапалась да я на улицу где 2 выходить боюсь я либо кто-нибудь опять укусит либо в кучу какую-нибудь чужую наступлю блин я вот прям не хочу выходить прошенька мой мальчик пришел порелаксировать аж отсюда слышу как он мурлычет громко-громко это он вас спать пришел укладывать да это он пришел вас уложить потому что мать не может уложить у катя бисючка вот пришел прошка на меня на подмогу по-русски у нас у него было много чего много шерсть да какой как это по-русски сказать нет нет флафи как по-русски будет нет как флафи по-русски пушистые пушинки это он за молоком лаврика охотятся я его туда перекинула по-русски по-русски я видел там кортика где я хотел так где на кубик а у класс в вашем классе не ну там был на аутсайне у вас был во дворе котик на улице в другом классе да ты что в школе котик был может это кто-то из учителей принес так ложитесь ладно пошла я собак гулять сейчас приду и сразу спать слышите меня я вас оставляю с спать понятно брошка ты за старшего пошли мы гулять сейчас посмотрим есть ли пакетики есть пакетики загрузили это радует стой чуть не выбрасывайте у к чему здесь прямо ставит в тоже у у меня бак стоит уже два дня завести не могу его в гараж подожди пойдем мило мило обратно у меня с той стороны просто в гаража дверь закрыта я ее с пульта закрываю пойдем мы там не пройдем с тобой так ну давай кать все у кладушки окончательные давай давай я ли разъединила детей кода давай все ложись 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 давай все да вот так вот все теперь ложись и спать все и подано заряд али вода твоя иди быстрее принеси водичку свою хорошо и потом еще раз давай бегом дитю дитем еще давай скорее там еще сушка работает до сих пор все теперь под одеялко давай ложись все давай все всем пока пока и как тебя до завтра пока пока всем спокойной ночи спокойной ночи happy big big family's channel все давай спок пока пока